Нефтеперерабатывающую установку на подпольном заводе уничтожили сотрудники ФСБ. Нелегальное предприятие организовал житель Тольятти Николай Анисимов. Как выяснилось, на заводе находились 4 аппарата по переработке углеводородов, системы очистки и охлаждения, 11 цистерн для хранения готовой продукции. Здесь производили до 40 кубометров мазута, дизельного топлива и бензина в сутки. Затем нефтепродукты поступали на заправки в Жигулевске, Тольятти, Ставропольском районе. Теперь владельцу незаконного предприятия предстоит выплатить штраф 150 тысяч рублей. Прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре. Самая проблемная признана безымянка. Вблизи путей расположены дома и люди часто перебегают рельсы. Получают увечу молодые люди, которые привыкли пользоваться наушниками или кутаться в капюшоны. Также среди пострадавших пожилые люди, у которых есть проблемы со слухом. Сейчас транспортная прокуратура проверяет инфраструктуру станции безымянка. Необходимо, чтобы на месте не было проломов в ограждении, чтобы у людей было меньше соблазнов перебегать пути. На московском шоссе трактор потушил Киа. Во дворе одного из домов неизвестный облил бензином иномарку и поджог. Загоревшееся авто заметил водитель снегоуборочной машины. Он в этот момент чистил дорогу. Мужчина не растерялся, стал тушить автомобиль, набирая снег в ковш и засыпая пожар. Пламя удалось загасить. Спустя 15 минут на место поджога приехали пожарные. Видеозаписи передали в полицию. Самарец выиграл лотерею миллион рублей и не забрал его. Новоспеченному миллионеру повезло с первого раза. Он сделал ставку в 60 рублей и комбинация оказалась выигрышной. Правда, пока горожанин не объявился, свой выигрыш не забрал. С начала 2017 года более миллиона рублей в Самарской области в гослотереях выиграли уже пять человек. Синоптики обещают самарцам оттепель. По предварительным прогнозам, в воскресенье днем температура воздуха может пробить нулевую отметку и выйти к показателю плюс один градус. В субботу тоже будет днеморозный, минус 4,9. Такая же температура в ночь на выходные. На небе облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой снег.